Масленица Здравствуйте! В эти дни отмечается приход весны в традиционном русском стиле с блинами и народными гуляниями. Масленица – это традиционный славянский праздник прощания зимой и встречи весны. Только вдумайте, слово-то какое – масленица. Вкусная, сладкая, ароматная. Сегодня мы в гостях в Крымском колледже общественного питания и торговли города Симферополя. Блюдо, которое принято готовить на масленицу, для нас сегодня представят студентки третьего курса для Раи Брагимова и Виктория Фоченко. Что приготовите? Блины с припеком, блинный торт, блины лазанки. А еще сегодня мы приготовим взбитие. Блины с припеком – это блины, в которые запекли, а точнее припекли какую-либо начинку. Чаще всего в качестве припека используются рубленые вареные яйца, измельченные грибы или овощи. Блины с припеком можно готовить не только из пшеничной муки, но также из гречневой или ржаной. Для приготовления традиционного блюда блины с припеком нам необходимо мука пшеничная высшего сорта, молоко, дрожжи, яйца, масло сливочное, масло растительное, соль, сахар. Приготовление теста начнем с опары. Для опары нам необходимо для начала согреть молоко. Температура должна быть 35 градусов. Это важно для интенсивного брожения дрожжей. Для приготовления блинов муку необходимо просеять. За счет просеивания мука обогащается кислородом, за счет чего блины получаются эластичными, без комочков и пористыми. Для опары сначала необходимо дрожжи растворить в молоке. Я использую дрожжи прессованные, также можно использовать сухие. Только количество надо брать меньше, если используем сухие дрожжи. Блины считаются удачными, когда тесто у нас получилось без комочков. Для этого нам будет соблюдать технологию приготовления теста, чтобы тесто было однородной массой, и тогда блины будут достаточно очень пористые, незабитые, нежные очень. Хозяйкам, которые готовят дома блины, я бы посоветовала добавлять больше растопленного сливочного масла. За счет этого блины получаются очень вкусными на вкус, нежными и запахом сливочного, домашнего масла. Я добавляю оставшееся молоко. Сейчас размешаю и добавим просеянную муку. Блины мы готовим из пшеничной муки, но также, и мы покажем это сегодня, можно готовить из гречневой. Или один к одному пшеничную и гречневую муку уберем. Но когда мы готовим только блины из гречневой муки, они не получаются такими эластичными, так как гречневая мука не содержит клейковины. Поэтому желательно дома, если вы готовите, использовать и пшеничную, и гречневую. Лучше совмещать. Теперь просеянную муку мы берем 200 грамм и добавляем в смесь молока с дрожжами. Добавляем смесь молока с дрожжами. При приготовлении опары необходимо вливать жидкую часть в муку. Тогда получается без комочков наша масса и эластичная. Тонкой струйкой вливаем и стараемся при этом непрерывно помешивать. Помешиваем опару сверху вниз. Опара у нас получилась с достаточно жидкой консистенцией, но это не считается плохим. Ее нужно хорошо перемешать, и комочки все уйдут. Опара не должна быть по своей структуре, как тесто. Она у нас идет более жидкая, но мы будем это соединять в одну общую массу. Наша опара готова. Теперь мы посыпем мукой немножечко. Для того, чтобы поверхность наша не заветрилась, так как мы опару будем оставлять отдельно немножко постоять для набухания клейковины и чтобы наше тесто подошло, так как мы добавляли сюда дрожжи. Теперь мы накрываем нашу опару полотенцем и оставляем в теплое место для набухания клейковин. Пока наша опара подходит, мы займемся припеком. Первый вид – это будет у нас грибы с луком. Второе – это яйца с зеленью. Нарежем яйца кубиком. А грибы будем нарезать соломкой. Припек – это гарнир к блинам, но оно выпекается вместе с тестом. Можно выпекать двумя способами. Это сначала мы обжариваем продукты и заливаем тесто. Или же сначала заливаем тонкий слой теста, затем припек и опять слой теста. Припек можно готовить из разных видов продуктов. Припек может быть как просто грибной или просто только из яиц. Может быть вместе соединены грибы с яйцами. Может быть рыбный, мясной. Это зависит уже от вкусов, как вам нравится. Масленицу мы празднуем, это у нас наша традиция. Блины мы готовим очень много. Семья у нас большая, приезжают разные родственники. Я люблю готовить блины. Грибы мы уже нарезали. Дальше мы будем нарезать зелень. Мы используем укроп и петрушку. Крупно резать нежелательно, так как блины сами по себе очень тонкие. И если будут крупные комочки, или когда будем припек заливать тестом, чтобы сильно это не выделялось, и все было более равномерно покрыто. Мы разогрели сковородку, и теперь будем обжаривать грибы. Пока наш припек готовится, этим временем я подготовлю яйца для нашего теста. Нужно отделить желток от белка. Этим я и займусь. В тесто, когда мы будем готовить, мы будем отдельно вводить белок, а отдельно желток. Белок мы будем отдельно взбивать. То, что мы готовим, это использовалось очень еще давно, так как это было блины, вообще это любимое блюдо было на Руси. Поэтому в ресторанах, да, в ресторанах также подают блины, но уже, на мой взгляд, более с изысканными начинками. Этот припек более простой, и можно приготовить в повседневной жизни. Я теперь добавляю лук. Заранее мы поджарили его, а сейчас просто вели. Немножко посолить. А этим временем мы проверим, как там наша опара. Она уже постояла, и мы видим, что опара поднялась, и это нам говорит о том, что уже скоро мы можем замешивать наше тесто. Мы ее делим пополам для того, потому что одно тесто мы делаем на основе пшеничной муки, а второе на основе пшеничной и гречневой муки. А я тем временем буду растирать яйца с сахаром для того, чтобы потом ввести в тесто. Чтобы тесто приобрело потом в процессе, оно и цвет приобретает более желтый, и когда мы будем выпекать, наше тесто не будет слишком рваться, тянуться, оно будет плотное и немножко пористое. Когда тесто наше будет замешано, мы добавим белки. За счет него у нас тесто будет совсем другое, и при выпечке оно будет очень нежное. Мы размешиваем наши желтки. Затем я соединяю гречневую муку с пшеничной. Гречневая мука сформирует наш вкус, нашего теста, наших блинов. Они будут и по цвету отличаться, они не будут такими желтыми. Вот когда я уже ее хорошо размешала, мы эту муку добавляем в опару. Добавляем постепенно и наблюдаем, чтобы наше тесто не было слишком густым, а было такой консистенции густой сметаны. А я параллельно добавляю пшеничную муку. Как в случае с опарой, мы наше тесто, опару с нашей мукой, перемешиваем очень тщательно и постепенно всыпаем, чтобы не было комков. Также мы можем, чтобы не было комочков, сделать массу, чтобы у нас была как густая сметана, но если оно получится слишком густым, мы можем добавить подогретое молоко. Этим мы и разведем наше тесто. Использовать миксер в приготовлении теста, которое готовится на опаре, нежелательно, так как дрожжевое тесто любит покой, тишину. Раньше, когда наши мамы готовили, никогда они запрещали дома шуметь или стучать дверьми. Это не принято. Тесто любит ласку, любовь. Тогда наши еженчики получатся очень даже красивыми. Я уже вымесила свое тесто на основе гречневой муки и пшеничной. Тесто получилось однородным. И я думаю, мне не нужно сюда добавлять молоко, потому что тесто не получилось слишком густым. И у меня тесто получилось однородным, не гуще сметаны. Чтобы наше тесто приобрело более какой-то аромат, мы можем добавить в ложечку столовую растопленного сливочного масла тесто. Тогда тесто будет более желтым и очень приятным на вкус. Наше тесто готово. И мы его оставляем на час в покое, чтобы оно подошло. И тогда мы уже можем приступать к выпеканию наших блинов. Сейчас я вам покажу, как мы готовим блины с припеком. Для припека я использую жареные грибы с луком. Для этого мы берем нашу массу, тесто наше, и равномерно распределяем в нашей сковороде. Затем мы выкладываем припек. Равномерно распределяем наш припек по нашему тесту. Сейчас поджарится у нас с одной стороны, мы потом перевернем, чтобы оно чуть-чуть подрумянилось со второй стороны. Вот у нас первый припек, блины с припеком первые получились. Теперь я буду делать в виде припека яйца зеленью. Ждем, пока поджарится. Будем переворачивать. Такие блины у нас получились с припеком из яиц и зелени. Чтобы приготовить тесто для блинов, растворите дрожжи в теплом молоке. Просеянную муку соедините с молоком и получившуюся опару поставьте в теплое место. Тем временем отделите белки от желтков, затем желтки разотрите с сахаром. На основе пшеничной и гречневой муки замесите два вида теста, добавив в каждое по одной столовой ложке растопленного сливочного масла. И оставьте еще на час. Лазанки Лазанки – это изделия из теста, которые являются как самостоятельным блюдом, так и дополнением к бульонам и супам. Все те же нежные и тонкие кружочки теста, все тот же сдержанный вкус, который можно наполнить по своему усмотрению различными сладкими добавками. Наше дрожжевое тесто уже подошло, и нам необходимо сделать обминку. Мне нужно его немножко перемешать и тесто немножко осадить. Это делается для того, чтобы тесто насытить немножко кислородом и удалить углекислый газ. Потому что если мы это не сделаем, появится кислый привкус, вкус перебродившего теста. Я сейчас сделала обминку теста на основе муки пшеничной и муки гречневой. Поэтому у нас цвет отличается, тот цвет более темнее. Сейчас я делаю обминку пшеничного теста. Движения должны быть сверху вниз, чтобы тесто сильно не нарушить. Затем мы тесто накроем полотенцем и опять оставим в теплое место для брожения. Наше тесто подошло, и поэтому сейчас мы будем взвивать яичные белки и вводить будем его в массу. Будем вводить для того, чтобы наше тесто было более нежным и пышным. Белки мы взбиваем в пышную, устойчивую пену. Наши белки готовы. Вводим эти белки в наше дрожжевое тесто. Выделим его пополам и аккуратно вымешиваем сверху вниз. Наше тесто будет намного нежнее, пышнее и пористое. И вот мы как мы только введем, и сразу уже можем выпекать наши блины. То есть тесто уже наше готово. Сейчас я буду выпекать блины из пшенично-гречневой муки и лазанки. Берем немного. Наливаем и распределяем по всей сковороде нашей. Мы предварительно раскалили сковороду и смазали растительным маслом. Они у нас получатся пышными, воздушными и будут иметь такой интересный цвет. Я пожарила блины из пшенично-гречневой муки, лазанки, вот они. И смазала поверхность растопленным сливочным маслом. Чтобы приготовить блины-лазанки, дрожжевое тесто соедините с оставшимися взбитыми яичными белками и выпекайте блины, смазывая каждый растопленным сливочным маслом. Блинный торт это очень вкусный и одновременно очень простой десерт. Его собирают из тонких дрожжевых блинов. Начинку выбирают по своему вкусу. Как сладкую, это может быть крем, варенье, мед, сгущенка, повитва, фрукты, так и не сладкую. Грибы, соленая рыба, овощи, сыр. А сейчас буду жарить блины из пшеничной муки для приготовления блинного торта. Набираем нашу массу и выливаем. А я в это время начинаю готовить блинный пирог. Для этого форму я смазала маслом и посыпала сухарями. Выкладываю первый блин. Смазываю сырной массой. Сырная масса это творог, который мы взбивали, перетирали с ванилином и сахаром. Затем я выкладываю вишню и посыпаю немножко поджаренными, подсушенными грецкими орехами. Затем накрываю следующим блином. И слои повторяются. Этот блинный торт не является традиционным. Это просто можно выбрать разные начинки. Можно сделать фруктовую, яблочную. Также можно делать не сладкие блины. Это с печеночного паштета или с куриного филета, с луком, зеленью. Это уже на вкус каждого. Сегодня мы решили сделать сладкий творожный торт. Я закончила все слои блинного торта и накрываю последним слоем блина. И даю ему немножко форму. Смазываю поверхность сметаны с яйцом. Обязательно промазываем края, чтобы в процессе запекания края не были сухими. Посыпаем поверхность еще сухарями. После запекания будет поверхность золотистого цвета. Наш блинный пирог мы посыпали сухарями и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 10-15 минут. Чтобы приготовить блинный торт, присыпав противень сухарями, выкладывайте блины, прослаивая их сырной массой, вишней и поджаренными грецкими орехами. И так несколько раз. Получившийся торт сверху смажьте смесью из сметаны и яйца, посыпьте сухарями, отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. Сбитень – это старинный восточнославянский напиток из воды, меда и пряности, в число которых нередко входили лечебные травяные сборы. Горячий сбитень обладает согревающим и противовоспалительным действием, поэтому пили его преимущественно в зимний период. Холодный сбитень был не менее популярным питьем при утолении жажды в бане или летом в жаркий день. Наш сбитень готовится на основе меда и пряностей. Значит, в кипящую воду мы будем закладывать сахар. Перемешаем. Добавим лавровый лист для насыщения аромата, гвоздику, душистый перец, черный перец, звездочки бадьяна. Оно придаст цвет и улучшит аромат. Так, и введем молотую корицу. Нам необходимо варить минутки 10. А мед мы добавим после того, как немного охладим наш напиток. А сбитень является для нас новшеством, так как его готовили еще с давних времен. Наш сбитень готов. Мы снимем его с огня, чтобы он немного охладился, чтобы в дальнейшем ввести мед. А я тем временем достаю уже с духовки наш блинный пирог. Такой у нас получился блинный пирог. Мы немного остудили наш сбитень для того, чтобы при добавлении меда сохранить полезные свойства. Сейчас добавляем мед. Но наш напиток также остается горячим. Мы его не полностью остудили. Так, растворили мы мед. теперь нам необходимо процедить наш напиток для того, чтобы не было посторонних примесей. Наш сбитень готов. Как видите, он прозрачен. Мы удалили с помощью процеживания наши пряности. Приятного аппетита! В горячей воде растворите сахар, добавьте лавровый лист, гвоздику, душистый и черный перец, кардамон, звездочки бадьяна, молотую корицу, хорошо перемешав, проварите в течение 10 минут. Затем, сняв с огня, остудите и добавьте мед. Если вы собираетесь заворачивать в блины начинку, то выпекайте их с одной стороны, тогда они не будут суховатыми. Если белки для теста взбить отдельно от желтков, блины получатся пышнее. При просеивании мука разрыхляется, обогащается кислородом, поэтому тесто становится воздушнее. Чтобы блинную массу замесить без комочков, жидкость вливают в муку, а не наоборот. Если блины получились жесткими, необходимо их смазать сливочным маслом, сложить в глубокую миску и накрыть крышкой, чтобы они размякли. Если вы планировали получить ажурные блины, а они выходят сплошным листом, положение можно исправить, если добавить в тесто обычной минеральной газированной воды. И это еще не все, что мы можем приготовить из блинов. Смотрите продолжение на следующей неделе. Крымский колледж общественного питания и торговли рады пригласить вас на проведение мастер-классов. Приятного аппетита! Масленицу провожаем, весну встречаем. В этот праздник дом наполняется ароматами блинов и вся родня собирается за столом. Выбирайте самый вкусный лицеп приготовления блинов и готовьте праздничное угощение. Вкусных праздников! Мы давно блинов не ели, мы блиночков закатили, ой, блины, 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 вы блиночки мои, ой, блины, 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 вы блиночки мои. Наша старшая сестрица пить блины домастерится, ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои.